я приветствую всех дорогие друзья на своем канале и сегодня мы приехали в субботу в свой любимый магазин который мы посещаем в различных городах где только бываем и сегодня это климовск есть такой небольшой город после москвы ну тут видите вообще полный ажиотаж полно народу еле-еле нашли место для того чтобы поставить автомобиль конечно мы будем покупать продукты так что там сгущенка сегодня акция какая-то вот купим продукты как обычно себе на неделю но самое главное у нас другая тема ради которые мы сюда пришли мы конечно вам они расскажем но только немножко позже сейчас закупимся всем необходимым до чувствуется что народ радостно прибежал в магазин в выходные дни но во владимире нет столько народа сколько здесь климов да кстати я новое устройство опять-таки тестирую это палочка которая мы приобрели специально для телефона для того чтобы вести съемки ну вот должно быть очень стабильно так сейчас объедем товарища теперь должны быть съемки вроде бы более стабильными как мне обещали так что пожалуйста в комментариях тогда напишите действительно ли лучше сейчас будет смотреться наше видео ну-ка еще черный не ты будешь так я тебе помогу ну даже интересно так направление очереди указывают чтобы всем все было понятно мне первый раз такое видно честно говоря ну что вот это нам надо взять давай что там есть смотри на что степленка здесь подожди это что у нас троекурова петель ну давай попробуем троекурова посмотрим ну давай возьмем две и тоже как раз повезем ну и конечно раз идет масличная неделя купим мы блинов себе печь некогда так хотя бы купим уж что здесь дают а то еще так и не отметились блинами давай клади захотелось красной рыбке что-нибудь сейчас возьмем здесь уже порезанная кусочками здесь уже порезанная кусочками здесь уже порезанная кусочками давай вот так я вот всегда теряю в таких будных местах в магазинах сын сказал стоять на месте а я опять по моему куда-то сдвинулась с этого места сколько покупок люди совершают интересно тут прям движение как на большой магистрали по моему уже пробки образуются я не знаю я думаю что лучше взять обычного черного хлеба ну надо попробовать нету там обычного черного хлеба смесь в гавайи давай возьми вот какой раз в нее вместе с котлетом и курицей уходим супы что такое я сварила сегодня что-то какая-то скидка давай сюда ну давай сюда смесь овощи значит что ты хочешь купить ну капуста у нас капуста есть морковка есть да ну давай посмотрим свекла у нас есть мы купили во владимире давай посмотрим может быть что-то вот вон там я вижу сельдерей вот вроде корневой надо посмотреть там который как редька черная так редька черная давай бери пакет и клади Кстати, мы часто готовим репу, но это что-то какая-то страшненькая, эту мы брать не будем. Захотелось, это конечно не болгарский, красота, что-то мягковато, ну возьми хоть, ну парочку возьми сейчас на уж. Хурма королевская, хурма импортная, но это он даже армуда есть, но хурма конечно это не болгарская красота, прямо с дерева с ветки и цены что-то меня не очень радует по воспоминаниям отварных. Так, что у нас с яблоками? Так, всего много. Главное, бананы свои взял и сейчас мы движемся в сторону промышленных товаров, для того, чтобы посмотреть самое главное, то, разе чего мы сюда пришли. Мы едем в очередную поездку, 12 марта мы вылетаем в Калининград, где проведем целую неделю и потратим на это, ну 8 дней, да, и потратим на это 10 тысяч рублей. Как мы уже заложили и как мы планируем, что из этого получится, вы можете увидеть по нашим видео. И собираясь в дорогу, я поняла, что мне необходимо купить рюкзак, с которым будет удобно двигаться, складывать туда все необходимое для прогулок по различным городам, для осмотра достопримечательностей. Ну и, конечно, наша видеотехнику. И вот сейчас мне знакомые одни подсказали, что здесь был приобретен рюкзачок, который как раз очень мне бы подошел. Вот сейчас пойдем посмотрим, есть ли такая вещь, сколько она стоит, насколько она удобна. Честно говоря, совершенно не отношусь к тем женщинам, которые любят ходить по магазинам, и особенно вот по таким крупным. Я всегда очень устаю в подобных местах и люблю ходить очень целенаправленно, уж если что-то надо, так надо. Но вот как нам объяснили работники, сейчас не сезон, вот какие-то рюкзачки тут висят, сейчас мы их рассмотрим. Что у нас с цветами, конечно, не очень, пока смотрим. Где тут пацана? 1399. И чем у нас тут рюкзачок пацана? Так, ну понятно, что я считаю, что здесь у нас два отделения, да, вот небольшое, небольшое. А, еще можно вот какой-то для мелочей. Так. Сейчас посмотрим, кто с цветами. Это уже вот совершенно другая модель. Совсем упрощенная. Это цена. А, вот, 599. 500 рублей 700. Ну, совсем сколько. Так. Да, ценовой, конечно, вернее, в цветах, все не очень. Такой. Такой недавно. Это вообще бесценное чудо. Цветка сорвана. Ну, это как-то такой более для меня приемлемый вариант. Ну, надо посмотреть, какая цена, конечно. В Варне целая коллекция таких рюкзаков. Ну, поскольку с собой ничего не взяла, то вот... Так. Хорошо. Давай пойдем посмотрим, определимся, какая цена. Посмотрим во Владимире, потому что тут пока ничего нет такого, чтобы душа обрадовалась в соотношении качества и цены. Давай на кассу поехали. Идем мы не скажем, что не солоных ли больше. Конечно, приобрели какие-то необходимые для себя продукты, но самое главное, зачем приехали для путешествия рюкзачок купить. Так у нас и не получилось. Будем во Владимире, зайдем туда, посмотрим, что там предлагает эта же сеть. Но, может быть, там уже немножко другие товары. Благодарю за то, что вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки нашему видео и смотрите продолжение истории рюкзак для Калининграда. И ждем ваших комментариев. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!